Александр Петутин, военный пенсионер, сейчас сотрудник станции переливания крови. Человек неравнодушный, как может он пытается делать жизнь лучше. Вот козырек, обратите внимание, на голову падает. Я сделал сам стек, чтобы не капало хотя. Я сам взял, наверху не было окна, сам ставил окно в этом. Вот старшая не даст соврать. Александр высказал мнение многих соседей, когда позвонил на прямую линию губернатору и рассказал, что двор нужно привести в порядок. Я живу в Бежице, в Гомбольный переулок. У нас я хотел по придворовой территории вообще ямки в колено. Невозможно на машине проехать. Мамы с коляской переваливаются, понимаете? Это, наверное, с 1975 года ничего не делалось. Мы вам убедительно просим, чтобы вы помогли нам в этом вопросе. Александр Михайлович, хорошо. А про рожающую компанию, вы официально напишите запрос, что они ничего не делают. Они же деньги вас собирают или нет? Да, конечно, мы же платим все время в платежках. Все это, все платим. Площадки у нас нет. Площадку, песок. Дети ковыряются просто в земле. Я просила у нашей организации, жилком сервиса, чтобы привезли хотя бы детям песка. Даже вывеска у нас есть «Мир, труд, май», которая стоит тут, я не знаю, сколько лет. С 1975 года. С 1975 года. Живой здесь 12 лет. У нас абсолютно ничего нет для детей. Дорогу разбили с 1975 года. Да, вот правильно Александр задавал вопрос. Вот ту проезжую часть они разбили. Все. Там, наверное, такой даже в деревне дороги нет. Вопрос о нечищенной разбитой дороге тут же проверил муниципальный контроль. Выехала комиссия. На этом дворе наши сотрудники были 29 ноября и 1 декабря. Оба раза были подходы к подъездам вычищены, тротуары вычищены. И даже дворовой проезд был вычищен, обработан противогололедной смесью. На фотографиях безупречно убранный двор. Но, как мы выяснили, люди жаловались не на работу дворника, а на разбитую бесхозную дорогу к мусорным контейнерам. Здесь мы бы не стояли весной. Вот так надо сапоги болотные одевать. Мусорка буксует. И что, только здесь, это во всех домах. И вот так нам бордюрчик сюда ставят. Потому что туда нельзя пройти. И этот вопрос, а также как добиться ремонта большого, но неухоженного двора, задали представителю комитета ЖКХ городской администрации. Евгения Зимонина тоже приехала к жителям и выслушала их жалобы. Тоже самую детскую площадку, либо парковку, либо ограждение, либо озеленение. То есть это вы должны решить сами. И вам в первую очередь надо будет подготовить. Потому что от ваших домов, вот 4, 6, 8 и 10, ни одного протокола нет. Собрать собрание собственников всех дома. Есть протокол, который необходимо подготовить. Он на сайте городской администрации размещен. И в принципе можете в комитете по ЖКХ у нас, если что, взять эту форму протокола. Провести это общее собрание, подготовить реестр проголосовавших лиц, сделать заявку и передать эти документы. Можете через районную администрацию, можете непосредственно в комитет по ЖКХ. Это должен юрист там быть, чтобы подсказать, что это. Мы как сделаем? Ну сделаем мы, подписи будут со всего дома. Надо юридически как-то заверить. У вас будет форма протокола. Речь идет об участии в программе формирования комфортной городской среды. В Брянске она работает с 2017 года. Так обновляют общественные территории и дворы. О чем и речь? Что для того, чтобы у вас было на детской площадке какое-то либо покрытие, и вообще в принципе была детская площадка, необходимо только в рамках программы это делать. Все будет сделано. И подъезды, подходы к вашим подъездам, и проезды. На Башево как сделали? На Башево у нас в этом году очень хорошо сделали двор. Александр Петутин уверен, что ситуация с унылым двором обязательно изменится. Здесь уже побывали чиновники, сотрудники ЖКХ. Должно сдвинуться. Вот хорошо, с администрацией, с беженской администрацией были. Обещали, вот эта девушка сказала, все, мы сделаем списки, отнесем, дадим. Какие надо работы нам делать по дому, чтобы нас включили в программу. Списки мы сделаем, люди все подпишутся. Как будет меняться двор на переулке Камвольном, мы обязательно покажем. Наталья Бодник, Виктор Левченков, События Брянск.